В дореволюционной России игрушку изготавливало небольшое количество артелей. В основном игрушки были привозны немецкие, английские, французские образцы. Что-то копировалось нашими кустарями, но становление отечественной игрушечной индустрии началось в 20-е годы. Как раз в это время советская власть осуществляла свое победное шествие. Шла гражданская война, были голод и разруха. Руководители государства решали массу проблем, в том числе по ликвидации безграмотности населения, устройству детских домов, созданию национальных школ и вообще созданию новой советской системы образования и воспитания детей. В этой новой системе игрушки отвели особое место. Идет фактически наступление на игрушку, особенно на куклу в частности, потому что кукла, она как ничто иное отображает в себе быт, моду, мещанство, плохо, запретить. Значит, соответственно, у ребенка должны быть игрушки, которые способствовали его социальному и социологическому развитию. То есть он должен был играть в кукол пионеров, красноармейцев, матросов, рабочих. Но ни в коем случае не в кукол, которые хоть как-то отдаленно напоминают нам наше недавнее буржуазное прошлое. С первых дней установления советской власти забота о детях, охране здоровья матери и ребенка были объявлены государственным делом. В мае 1932 года был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки в городе Загорске. Институт игрушки был создан в 1932 году с какой целью? Чтобы заменить старый ассортимент новым, чтобы создать игрушку, отвечающую задачам коммунистического воспитания. А значит, надо очень многое поменять кардинально. Таким образом, производство игрушки попадало под жесткий идеологический контроль государства. Какой будет игрушка, решали зачастую вовсе не художники. И даже не детские психологи и педагоги, а люди, имеющие к миру детство весьма отдаленное отношение. И боюкая своего зайчика или мишку, ребенок знать не знал о тех битвах, которые велись за его неокрепшую душу. Чтобы воздействовать на художников, на просмотры приглашали известных людей. И вот, например, Буденова пригласили. Но он был возмущен красноармейцем. Это были куколки с закрывающимися глазами. То есть положил куклу, у нее закрыли глаза. Это что же за красноармейец? Значит, он не стоит, молодцеватор, постойки смирно, а он падает. Более того, он закрывает глаза. Как же он может стоять на посту? Где его бдительное око, где его героический образ? В 1936 году была принята Конституция СССР, которая провозглашала, что в стране в основном построен социализм. Сталинское руководство сумело вызвать в народе пафос созидания, трудовой энтузиазм, развернуть соревнования ударников и стахановское движение. С рекламных плакатов тех времен на нас смотрели счастливые, крепкие духом и телом строители социализма. Радость и гордость советского человека отражалась и в облике куклы. Вот ноги должны быть только толстые у куклы. То есть это вот образ такой должен был быть, полнокровной такой вот девочки, толстенькой такой. Вот одна художница, когда сделала вот такие тонкие ножки, это буквально был приказ. Кукла должна была изображать приличную девочку. Шалуни и хулиганы не допускались в игрушечный мир. Исчезли из обихода и многие народные игрушки. Народные мастера, им было сказано, что паровоз не может быть желтым в цветочек. Самолет не может быть в цветочек, пароход тоже. Он не может быть такого цвета. Вы посмотрите как, какой паровоз, какая техника. А вы что делаете?